Здравствуйте, как дела? Да нормально, сколько у вас там людей сейчас смотрит? Ой, смотри, у меня вчера был стрим, а сегодня немножко отдыхаю, зашел немножко погуляю, сам знаешь. А, ты сейчас не стримишь, да? Нет, нет, а у тебя стрим? Ну сейчас стрим, да. Всем привет, всем колол. Они, они, они наверняка вас все знают, поэтому сейчас тут полетим. Наверное, а как это, какие вопросы задаете сегодня? Я сегодня, в общем, мы тему Карабаха, ну, скажем так, немножко закрыли, да, подытожили, так сказать, да. Ну, у меня там есть просто записи, если интересно, ты же подписан на канал, можешь дойти посмотреть, там, целый час мы сидели с Анжеликой, с моей девушкой, это все разбирали, вот, мне там прислали аргументы и за, и против, и мы как-то вот смотрели на это все дело, вот. А сейчас я просто так на релаксе тоже зашел посидеть. Знаю, мне интересно было бы, наверное, задавать такой вопрос, да, как ты вообще сам смотришь на правительство Альев? Сложный вопрос ты задаешь. Не знаю, а как на него смотреть я должен? Я же не гражданин Азербайджана. То есть, если ты спрашиваешь меня как россиянина извне, да, посмотреть на все это, ну, ну, он патриот. Они топят реально за Азербайджан. Наверное, как-то так. Ну, смотри, Путин тоже топится Россия, да, можно Путина назвать патриотом? Его можно назвать патриотом, наверное, да, можно назвать его патриотом, если с этой позиции, то да, он патриот. Он так, ну, как он думает. Но здесь, опять же, тут, дальше, если мы раскладывать это будем на составные части, конечно, мы поймем, что на самом деле очень много нехорошего происходит у нас в стране. Потому что я не читаю тех людей, которые уничтожают свою сторону, своего народа, держат своего народа в тюрьму, от них отнимают свобода, свобода слова. Вот смотри, в данный момент в Азербайджане, да, тысячи людей, как полиция-ключеные сидят в тюрьму. Так что, назвать Алиева, да, патриот Азербайджана, это неправильно. Посмотри, человек, которому 30 лет, почти 30 лет, да, его отец чекист, а бывший чекист не бывает. А Россия тоже режим чекиста в Азербайджане, в Белоруссии тоже. Так что для меня и для большинства азербайджанцев это Алиев, это режим диктатор, режим чекиста и правительство. А когда касается ситуации в Карабахе, да, я с самого начала, если зайдешь на канал, тоже есть такое обсуждение, с самого начала война, да, то есть Ильха Алиев никогда войну не начинала, что освободили азербайджанские территории. Если ты читаешь пилюства, пилюства, которые освободились, они имеют какое отношение к Карабахской земле, это абсолютно ты неправильно, потому что это азербайджанский район. Это понятно, это я уже разобрался, да, в этом вопросе, что это оккупированные районы, которые вообще к Карабаху не имеют отношения, они просто соседние там. Это азербайджанский район, это вот 30 лет мы могли этого взять, так что война не закончилась, Карабах, к сожалению, не азербайджанский, потому что Карабах, это Ханкенди, это наши Бол Ходжалы, а ты вообще про Ходжалы что-то знаешь? Мне часто в чате пишут, спроси армян про Ходжалынскую резню. Нет, не надо армянскими спросить, потому что нет смысла, потому что если армяне что-то знали, да, они, как это называют, признали Карабаха армянский, или статус какой-то там признали. Пока они статус не признают, да, оккупированная территория, и Азербайджан с самого начала, азербайджанские армии, ввел там антитеррористические операции. Для нас, да, для нас азербайджанцев, те люди, которые оружие в руках, это точно такие сепаратисты, которые в Донбассе, Донецке, да, убивали украинские солдаты. То есть они должны отвечаться перед азербайджанским законом, потому что они участники геноцида Ходжалы. Есть очень много документальных фильмов про Ходжалы, и смотри, азербайджанские армии, когда воюют, наши армии воюют с солдатами, а армянские воевали с беременной женщиной, живот беременной женщины резали, ребенка вытаскивали, туда засунули сильнее, туда засунули кошка и собака. И отрезали грудь, кормяющие матери, да, запихали в рот ребенка, чтобы ребенок... Это все документарии есть, это мы все сняли. Я понимаю, чтобы нищеброда Армении, в тот временем, на 90-х годах, не было камеры, чтобы пойти снимать. Пусть они назовет, где-то азербайджанские солдаты убивали женщин и детей, их не резали, нигде. Наши ребята, наши солдаты убивали их солдат. Мы не воюем с женщиной, с детью, армяне, наоборот, воевали. Так что тема Горобах, это немножко... Надо его обсуждать не источники французские, американские, даже европейские. Я даже норвежские газеты не верю. Я про тема про Горобах идет в Норвегию, я читаю, но я не верю, потому что у меня есть свое осуждение ситуации. Есть исторические, есть юридические. Да, 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 да. Мы сегодня как раз и обсуждали, что есть историческая часть, а есть юридическая часть. И вот с юридической стороны Азербайджан прав, юридически это территория Азербайджана. Сейчас я тебе скажу исторически, почему. Потому что проблемы россияне начинают обсуждать Азербайджан из времени Советский Союз. Так получается, чтобы Горобах не существовал до Советского Союза, что ли? У нас Зангезур, наша территория. Зангезур, это азербайджанская территория. В 1921 году какой-то там голожоп и большевик эту территорию отдал Армению? Из-за что? Из какой хрень мой территория должен какой-то большевик, сидя в Кремле, в России, он должен мой территорию кому-то подарить? Такой большой территорией. Вот Нахчеван сейчас живет в блокадах. Сейчас дорогу открыли вроде как, да, под контролем миротворцев? В чем дорога? А дорога не, это наша территория. Зангезур, это наша территория. Есть законность и прав Азербайджана на эту. Смотри, тогда такой вопрос. Очень интересно, кстати, этот вопрос задал. Смотри, значит, если мы говорим о том, что Карабах, это Азербайджан, то Азербайджан же признает Армению в текущих границах? Если мы не считаем Карабах? То есть, опять же, с юридической точки зрения это все как вы говорите? Если вернуться к этому границе, которое сегодняшним признанно, международным организациям ООН признанно, Армения существует только как сейчас она есть. Если будем об этом обсуждать. Ты говоришь, если Россия признает, Россия, Карабаха признает, это азербайджанская территория. Армения сам признает Карабаха азербайджанская. У нас четыре резолюции ООН есть, которые там уже черно-белые записаны, это наша территория. У меня вопрос. 50 миллиард, они нам должны сейчас деньги. Из-за ушерба, компенсации, которого 30 лет, это территория, оккупированная территория. Вот. Около почти миллион выставленная из своих домов, из своих месторождениях. И вместо них привезли кого? Точно такой, как и Сталини сделают. Высылали крымские татарни, у них постель пока теплая, да? А туда привезли из городов России, а туда люди. А стали они крымчане. Вот точно такую политику они вели и здесь, в Карабахе. Из Сирии привезли армянина. Из Ливана привезли. Из Ирана привезли. Из Индии привезли. Из разных стран. Вот именно, когда армянами встретишься, и Карабаха особенно, а спроси, откуда он приехал. Вообще, он там родился, его там отец откуда приехал. Тогда смотри, получается так, что те армяне, которые говорят о том, у меня просто часто в комментариях приходят, там, в чате, ты вообще историю знаешь. Ну, вот последнее видео, если видел на канале, да, ты вообще историю знаешь. Вот. То есть получается, что азербайджанцы апеллируют не только к теоретической стороне, но и в том числе и к истории. Вот ты сейчас говоришь об истории, правильно? Карабахское ханство, Карабахское ханство, оно вообще-то чье было? Я не знаю. Вот я, к своему сожалению, я вот настолько глубоко не разбирался. Смотри, ерованские ханства, то есть вот эта церковь, которая есть, это уже доказано, что есть на этом документарь, что это албанские церкви, которые они просто взяли, переименовали на свою армянскую церковь. Они даже православную церковь переименовали армянскую церковь. То есть смотри, отношения у них, отношения к мусульманской мечети как. Вот приезжая в Баку, в Баку живут около 40 тысяч армянами живут. Вот у тебя в России, в Сочи живут, сколько там армянами живут. Завтра они будут претензии к этому городу. Они уже имели, что это армянский город. Ну, получается, что все-таки, вот давай зафиксируем, да, что все-таки Азербайджан претендует на те территории, которые сейчас находятся в составе Армении. Правильно я понял? Или нет? Да, это вообще-то читается азербайджанский. Просто, допустим, смотри, мне пишут, там Зангизур, ладно, окей, там некоторые говорят, там Ереван наш, мы дойдем, и флаг будет, азербайджанский там висит. Смотри, смотри, на держах, которые у нас были, да, азербайджанцы. Ты знаешь вообще в Азербайджане, где я родился, да? В иранской Азербайджане я родился, город Гурмия. Я там родился. У нас в Иране живут 40 миллионов азербайджанцев, а 10 миллионов советских Азербайджанцев, да, где Баку столица. А в Иране живут 40 миллионов азербайджанцев. Надир Ша, Надир Ша Афшар, когда он ездил мимо Индии, мы встретили он какие-то там, типа, похожие на циган. Я абсолютно не хочу оскорбить циган, потому что у меня очень хорошие друзья цигане есть. Отлично, люди у них есть. Стория свою, может, у них свою территорию. Люди уважают, респект. А вот он встречает, им интересна была их культура, их одежда, как они одеться были, или как они танцевали, как они песни пели, как разговаривали. Первый раз встретили. А их вязали там где-то там 100-150 семью, привезли в Иране, в персийские времена. Привезли в Персию. И вот оттуда 20 семью привезли в Ярованское ханство. Вот это 20 семья в Ярованское ханство, и потом начинали приглашать своего родственника из Индии, своего родственника из Сирии, своего родственника из Турции. Конечно, уже в 1915 году, в котором они говорят, что Турция совершила геноцид. Вот в это время они тоже из Турции приехали. Был геноцид, не был геноцид. Давай мы эту площадку создадим. Вот я армян не всегда говорю. Вот вы говорите, был геноцид. Хорошо. Давай вот площадку создадим. Откройте вы свои архивы. Ардоган говорит, вот турецкий архив открыт. Пожалуйста. Любой человек из любой комиссии, из любой точки мира, с любой националистами, может приехать в Турцию, зайти в архивы, проверять все документы. У нас документы все открыты. А почему, интересно, Армении архив свой не откроют на геноцид? Вот задавай вопрос, почему они архив свой не откроют? Они открывают, знаешь, кому толка? Только российские комиссии. И французские комиссии, где там у них диаспора, самые сильные. В Марселе живут 500 тысяч армян. И американские комиссии. Ардоган говорит, нет. Комиссии создадим. Половина будет из мусульманской стороны, половина будет из крестьянской стороны. Откройте, пожалуйста, Ереван пусть откроет свой архив или геноцид. Заходим, докажем весь мир, покажем весь мир, был ли геноцид или нет. Ну вот смотри сюда. Убивали наши женщины, детей в Ходжалы. Вот мою сестру, мою брата, мою ребенка. Вот опять я резал армянина. Они получили ту заслугу, которую они заслужили. Потому что когда наши усманские солдаты воевали в фронте, у них дети, больные люди, семьи остались в маленьких городах. Вот Дашнак, партия Дашнак, националисты армянина, напали в эти города в Турции, резали всех. Дети, женщины, стариков, все. Пока их не мужья, воюют с Российскими империями. Понимаешь? А вот они кричат полтора миллиона. С самого начала это было около где-то 200 тысяч. А то каждый год они добавляют, добавляют, добавляют. Всего население армянина, это два с половиной, если полтора миллиона убили. Как они могли вот вообще держаться? Это знаешь, что такое, когда вот народа полтора миллиона убивает? Ну, немножко у них мания величия, так нельзя, нельзя их серьезно восприметь. Посмотри, личное мое мнение, чтобы они должны вернуть Зангизор, это личное мое мнение, потому что это территория, которая какой-то там голожоп, там большевик, какой-то русский, да, голозовский, вязал моего территория, отдал им. Из-за чего? И когда они просто начинают, история Азербайджана начинает из Советского Союза, да, тоже мы слышали из россиян, что Украина придумал, Ленин, а тут армяне, Азербайджан думали, там, Советский Союз, там, а что до этого не существовал? Когда была Албания, когда был Атрупат, там была в этом территория. Ну, это можно дальше это развивать до бесконечности, вот это вот про историю, да? Нет, русский, пускай они покажут своего какой-то царя, пускай вот это в Карабахе, да, пускай могильная, вот у нас могильная наша царя, наша короля, мы можем доказать, мы можем внуки, правнуки, их не просто именами называть и показать. У них есть великий тигран. Я когда персий говорю, побери меня, я Иран учился, да, в Иране, да, персийский язык, это я учил в школах, я учил эту историю по персийский язык, я никогда в жизни не слышал про великий тиграна. Я никогда, вот живя в Ирана, вырос среди персий, да, персийские истории, да, из Ашканиан, Хахаманишиан, да все, все, персийская империя. И да, разные войны и все, которые они произвели, я никогда великий тигран, тигран вообще-то это персийские названия. Откуда они вязали, вот, вот, долма они на себе носили. Граната, они сейчас говорят, гранат, азербайджанский фрукт, который регистрирован на ЮНЕСКО, да, это азербайджанский фрукт, понимаешь? Гюйчай, это первесортный гранат в мир, где в Азербайджане растет. Они уже претензии имеют на гранаты, что граната азербайджанская. Окей, Фархад, я, с твоего позволения, хочу немножко вернуться. Мы немножко так соскочили резко, да, давай вернемся вот к теме по поводу Зангизура. Смотри, а как ты видишь, как это все будет делаться тогда? Если Зангизур сейчас, ну смотри, я как вижу, да, то есть Азербайджан говорит, Зангизур наш. Они туда заходят, тут же впрягается Россия за них по полной программе причем. Ты же понимаешь это прекрасно. Как это все делать? 50 миллиардов они нам должны. В Армении нету эти деньги платить. Вот это наша территория, которую когда-то вот этих большевики отдали, вернет обратно и все, расчет. Вот ты смотри, вот 5 плюс 2 района, ты видел вот эти съемки, да, вот это посмотрел, да? Инфраструктура, видел там, что они здесь сделали? Нет, не видел. Там разруха полностью. Там абсолютно ничего нет. Там уничтожали все, что есть. Даже могилю азербайджанскую они уничтожали. То есть 30 лет это людей там ничего не сделали. Но извините, мы сейчас эту территорию вернули, азербайджанские территории. Про Горобав отдельная тема. Горобав пока не освобожден. Ильхам Алиев 10 числа, он передал азербайджанский народ. Победа наших шахидов, да, сколько людей? Тисячами люди, ребят наши погибли, молодые, да? А победу он подарил Владимир Владимировичу. Это понятно, это другой тема. Но факты, что вот сегодняшняя территория, которую освобождили, наша армия освободили, там инфраструктура надо сделать, там дорога надо строить, школа, больница, детские сады, домах, все. Это стоит деньги. 50 миллиардов, они сейчас нам должны деньги за все это. Это минимум 50 миллиардов, говорю. У них нету этого возможности платить. Ну, конечно, у них таких денег нету. Это серьезная сумма даже для России. Куда там, для Армении. Когда тебе банка должен, кредит банка должен, да, вот, либо придет, твой заберет автомобиль, если у тебя участник есть, то заберет, если у тебя дом есть, то заберет, квартира заберет, все, что банк шел, то тебе закроется, и все. Как-то-то они должны, вот, земля, раньше земля мы платили, и все. Если не будет платить, все равно мы имеем вот эту территориальную претензию к этому. А разговор, когда идет Карабах, вот я замечаю, когда ты тоже постоянно говоришь Карабах, Карабах, даже слово Карабах, слово вот это Карабах, это азербайджанский, как может быть, это армянский. Арцах, даже турецкие слова. Казах, Арцах, это все турецкие слова. У них свой ничего нет. Я в лингвистике в этой не силен, честно скажу. Да, смотри сюда. Степанакерт, слово Степанакерт, которое называли. Это Шаумьян. Степан Шаумьян, который их герой, который Индия. Ты им задавай вопрос, почему у него могила находится Индия? Откуда армянина, вот его похоронили в Индии? У него охрана есть, 24 часа его могилу охраняют в Индии. Честь его имя, Шаумьян, да, Степан Шаумьян, они называли город Степан. А Керт по-армянски это город, город Степан. А у нас очень красивое имя есть хан Кенде. Потому что там жили хан. Ханство Карабах там жил, ханство Ереван там жил, ханство Баке, ханство Шаке, ханство Шамахе, ханство Генджинский, ханство Теблиский жили. Это все, все исторически даже. Мне иногда смешно, когда люди говорят, да, юридически это азербайджан, исторически Армения. Так какой Армения исторически? Пускай они покажут какой-то дворец армянский. Вот покажут мне исторический какой-то дворец, скажут, что здесь шиль. Корол Санвель, Корол Ебаньян, Корол Бабаян, Корол какой-то там, но пускай они скажут. Пускай Корол свой цар какой-то свой покажут. Нету? Нету. Я не против, что пускай они живут. В Карабахе тоже я говорю, армяне пусть живут. Но те армяне, которые по кон веках там живут, пускай покажут могиль на свои предки, да, пожалуйста, пусть живут. Пускай они имеют азербайджанский паспорт. И все, живут спокойно. Не тот, который там приехали из Сирии, да, убежал, приехали, там открыли ресторан, себе съездили кайфуиды, что говорили. Ну подожди, подожди. Ну тут тоже интересно. Ты говоришь, пускай получают азербайджанские паспорта. С одной стороны, ты прав, да. Я тут немножко сейчас побуду на стороне армян, да, давай вот, чтобы у нас так поинтереснее было, да. Просто я как бы нейтральную позицию стараюсь соблюдать. Значит, смотри. Была война. Да. И люди умирали с обоих сторон. И они враги. Война с Игдабл. Какой, можно сказать? В смысле, когда конфликт начался этот весь? Да, какой война. Потому что есть первая Карабахская война, есть и вторая Карабахская. Потому что первая Карабахская война, абсолютно забывать, армяне не воевали. Воевали там песковские ваши десантники, российские войска были, 105-го, да, по-моему, если забуду. Но если в чат азербайджанцы могут это правильно сказать, какой батальон, какой российский там воевал. Армяне просто совершили геноцид. Они убивали женщин и детей. Есть очень много видеороликов. Вот мы за освобождение Кельбаджар армянам отдали мы 4 недели. Вот 4 недели мы им отдали время, чтобы покинуть Кельбаджар. Дали коридор, ничего не тронли, все. А они нам дали 10 часов, когда вышли в этом коридор женщин и детей, 10 часов ты должен был бы эвакуировать. Зима, холод. Вот армяне дали нашего народа из Кельбаджара. Женщины, дети, они вышли в этом коридоре, начали их резать, убивать там. Это я не говорю, это историки российские говорят, имущество российских. Вот забей, как эвакуация Кельбаджар начало первой Карабахской войны. Лучше там видеоролики есть. Армяне пришли туда, прикалывают, вот это мегафоны держат, азербайджанские населения Кельбаджара, у вас есть 10 минут, мы вас не будем резать, не будем убивать. Понимаешь? А у нас получается больше гуманное. Вот смотри, я говорю, они будут жить в этом Карабахе, они и будут жить, потому что 40, мы доказали, 40 тысяч армян не живут сейчас в Баку, у них есть церк, открытый церк, работает, может зайти туда, все. Армения это мононациональная страна, 99,99%. Да, это интересная, кстати, история вообще, как так получилось. Я их спрашиваю, кстати, они тоже сказать не могут на это. Да. Они, говорят, наверное, сами уехали все, с вами республика. Потому что, посмотри сюда, они, их запускаешь, квартира, да, комната им даешь, скажешь, живи, а завтра они всех будут из этой квартиры в Баганьян убивать. И они такое лицо весь мир будут показать, да, мы чистим, мы виноваты, все, нас резают, нас убивают, турки нас убивают. Вот смотри, война, справедливая война пошла. Они объединяли, Пакистан там воюет, террористы воюют, ИГИЛцы воюют. А когда мне говорят, ИГИЛ с вами воевал, ИГИЛ помогал азербайджанский, я говорю, хорошо, 2000 ИГИЛ приехали. Ваша, ваша армия, ваша армянская армия, проиграла, 2000 террористов, что ли, это смешно звучится, у вас Искендарь был, у вас там, не знаю, С-300 было, С-400 было, у вас все практически было. Получили 30 лет из России бесплатно, вот Россия налогоплотившая, такие как ты, вот твой налог, вместо того, что ли, пойти развитие твоего стороны, твоего экономика в сторону, да, чтобы школу строить, детский садик строить, а вы бесплатно их кормили. Я понимаю, какой политика вот Россия там ищет, Россия не там, чтобы помогать Азербайджану или армянам. У России есть свой, стратегические интересы, своего интереса, чтобы там находиться, зона влияния России, там, он будет его защищать. Но, сколько у него будет защищать, это тоже опять вопрос, потому что Россия сейчас запустил своего границы, страна, как Турция. То есть, это тоже, вот, я не читаю только российские победы, там, которые вот сейчас там находятся, в Карабахе. Это вопрос временный, потому что здесь решает, и последние слова говорит Турция. И Россия, чтобы столкновение с автовой силой НАТО, конечно, он этого не хочет, потому что... Хорошо, тогда давай уточним, смотри, вот то, что произошло, те договоренности, которые были достигнуты, да, для прекращения хотя бы вот этой войны, это позор. Это позор. И причем, смотри, как получается, интересно, вот ты говоришь, как азербайджанец, это позор, и армяне так же думают, многие. Смотри, то есть у вас получается вообще непримиримая позиция. Как решать это вообще, непонятно. Посмотри, Пашиньян мой враг, но то, что Пашиньян за два года для Армения сделала, 30 лет Ильхан Алии в Азербайджане он не сделала. Вот давай реальности смотрим, да, вот Пашиньян из улицы пришел, народный человек, который уважает права человека, свобода, слово, и все. Респект из этой стороны, понимаешь, не из моего стороны, а из этой стороны, если смотрим, я, допустим, я азербайджанец. То есть в отношении Карабах и в отношении Ильхан Алиев и Россия Пашиньян более современный человек, более свободолюбивый, более демократический. Он подписал это позорные договоренности, он спас своего народа. 20 тысяч террористов, которые мы хотели уничтожать в Хангендее, они были уже в окружении, наши войска уже были внутри Хангендее. Еще два дня весь Карабах уже был очищен, и все. Но, естественно, кому нужны эти вот замороженные конфликты? Два человека нужны. Ильхан Алиева, продление злоевого правительства, потому что без войны он не будет сидеть там. Без Карабахского конфликта Ильхан Алиев там вместе сидит. Не-не-не, а подожди, а как так? Смотри, я лидер нации, я освободил вам Карабах, я герой, вы что, как? Хорошо, давай вернемся твоего закона, твоего Россию, да? Вот, я читаю, это вот, Ильхан совершил военные преступления, я сейчас его буду, и Путин в этом тоже совершил военные преступления против своего народа. Вот смотри, когда ты введешь какой-то миротворцев в чужую сторону, во-первых, Россия находится в Минской группе, он должен не иметь права вести войску миротворцев, он должен сначала выйти из этого вот Минской группы, освободить от всего любого обязательства, тогда мандат он должен получать, единственный мандат, чтобы миротворцев вести где-то, где есть военный конфликт, это ООН, United Nations. То есть, это договоренности, Франция его не признает, Америка не признает, и ЮН не признает, потому что нету никакой, никто мандат ему не отдал. Раз, это международный, то, что думает, это договоренности. А Путин что сделал? Когда введешь миротворцев в какой-то территории, ты должен сначала комиссию создать, это комиссия должна бы проверять, посмотреть, узнавать, куда пойдет это, сколько будет там, каких там населения, что за конфликты, все, и потом, все, когда готов, допрос задается в Верховный Совет Федерации России, этого закона должен быть. и Верховная Федерация, вот это закон Федерации, так называемый, что я неправильно звучу это название, они должны отдать разрешение и признать это, что окей, Путин тогда может просто везти туда войска. То есть, Путин что сделал? Ночью, три часа ночи, ввел войска, и через неделю Верховный Совет Ваши, он признал это вот действие Путина. Смотри, вместо того, что хлеба так ест, они просто так его крутили, через голову кушали. Вот это нарушение Путин, открытое нарушение, и другое нарушение, Ильхам, Ильхам Алиев, что запустил чужие войска в территорию, признанную азербайджанскую территорию, то есть, открыто текстом. В 1990 году, 20 январ, российские ваши танки в Баку давили наши людей, 150 женщин, детей, давили, убивали. Результаты мы могли вас выгонять из Азербайджана. Нам российский сапог не нужна, Азербайджан это суверенное государство. Советский Союз уже 30 лет нету, забудьте. Если хотите Советский Союз отдать, счеркивайте оттуда Азербайджана, мы не хотим Советского Союза и не хотим ваших сапог туда. А вот Ильхам без согласия парламента, без согласия азербайджанский народ, 3 часа ночью ввел войска в территорию Азербайджана, признанно все мировое сообщество. Я читаю это уже преступление. Подожди, они же достигли договоренности между собой. Это же с обоих сторон было... Два человек, Пашиняна вообще там не был, где-то в бункере ему подписали, это вообще меня не интересует. Факту, чтобы два самостоятельных человек, без согласия United Nations, без согласия азербайджанский парламент. они должны согласовывать с ООН? Потому что мандат должен быть, чтобы ввести вот это... Никакой миротворцев я очень много видел, но извини меня, миротворцев я не видел, чтобы туда летели танком, градом, Бетель всякий, полмута зуба. Эта бригада, которая туда пришла, они убийца, главарезы ваши из Донбасса-Луганска. В Луганске Донбасса они убивали украинские солдаты, они сейчас там находятся, военные миротворцев. Вообще слово миротворцев и Россия абсолютно не подходя живее. Вот российские войска, то, что мы из российской армии знаем, все мир его видят. Это война, это убийца гражданской войны, бомбежка и голодомор. Ну хватит, сколько уже весь народ и других народов в тюрьму своего сапога держите. Займитесь своим сторонником внутри, у вас куча проблем есть. Вы тратите каждый день 3 миллиона долларов в Сирии за свои нахождения в Сирии. Я до сих пор не понимаю, зачем это все там вообще, зачем, сейчас-то зачем. Только имперские амбиции, все, ничего больше. Зачем вас обладать в Кавказ? У вас большая сторона, вы не можете его держать. Смотрите, у вас нищета. Самая богатая страна в мире, у вас 20%, только 20% населения газифицировано на Россию. Нищебродство у вас до суда. Ты знаешь, я своим согражданам этот вопрос тоже задаю, они тоже ничего ни одну сказать не могут. Ну, потому что крепостными людьми мы что будешь, какие вопросы можешь отдать? Они хорошую сторону жизни не видели. Ты, ладно, ты приехал в Европу, видел, что люди могут нормально жить, а в России ты кому объяснишь хорошо жить? Он этого не поймет. Нет, кто не был, не объясню. Особенно, если взрослый уже человек. Единственные народы в мире, да, вот, Вторая мировая война, это день травы. Это день травы, когда вот 100 миллионов людей погибли. Это мы должны сделать все, что повторилось. Вот единственный народ, это ваш народ, который кричит, если надо будет все еще повторить. Это, европейцами, это в шок. Это день травы, 100 миллионов людей погибли. Понимаешь? А, хорошо, победа, победа на себе тоже пишет. Самые, самые горячие фронты находились украинские, украинские там батальоны находились, белорусские там воевали, в Кавказ там воевал, азербайджанские дяди там воевали, а русские что? А русские постоянно бегали туда, генерал Влацов, там с немцем они сотрудничали, или НКВДшники, которые стояли, застреляли в спину нормальных людей. Я этого не обсуждаю, это у меня, я против этой системы России, ваше правительство и все, но насчет народа я ничего не могу сказать, потому что у меня очень много друзья есть, русские. То есть я абсолютно не хочу, но просто мне интересно, освободите другие народы из своего тюрьма. Вот убивали 300 тысяч чеченский народ, люди хотят быть свободны. Вот русские устали в Крыму, вас позвали, референдум сразу вы его взяли, то есть они, хотя вы так думаете, мы ему читаем, что это оккупация, аннекция, потому что Крым это Украина. Когда-то кто-то Советский Союз отдал, это Советский Союз не существует, если так, давай вот тогда будем в Крым. Это та же самая история, да, что и как бы вот там мы 3000 лет тут живем, это надо исходить из текущих реалий, да. Не могу я Крым с тобой обсудить, я бы с удовольствием, ну ты знаешь, тут у нас законы вышли такие, что теперь не будем обсуждать, потому что есть санкции на Россию, весь мир признан в Крым это Украина, никто не признает в Крым Россия, даже глупо звучит, если это обсуждать, потому что ты против правды никогда не пойдешь и все, Крым останется украинский и все. Или Россия в 2008 году, как напали там Абхазия, Осетия, Грузия и все. Повторит Россия постоянное. Отдайте чеченцам свободно, отдайте Кавказа, вы не можете его держать. Берите себе самый богатый регион в Россию, где хотите, отпускайте, потому что если так не будет, Россия ждет большой гражданской войны и распады. Просто распадет и все. Зачем чеченец должен у него паспорт записан на быть россиянин? Смотри, я тебе сейчас скажу, а я тебе скажу, смотри, вот ты говоришь, давайте отдадим чеченцам свободу. Собственно, вся война, которая велась в Чечне, первая и вторая, она как раз была против того, чтобы не вышла Чечня, потому что выйдет Чечня, за ней посыпется нахрен весь Кавказ. Ну и все. Зачем тюрьму держите? Это не ваши регионы, это не ваша... У них даже религия не ваша религия. У них культура другая, язык другой, имя, фамилия другой. Отпускаете тюрьму, народ, зачем создадите? Советский Союз распался, Россия тоже распадет. Точно такой процесс пойдет. Точно такой. Надо быть немножко просто открыть глаза, розовые очки снимать, вы не можете эти империи держать. Эта империя зла. Был большой империя, распался. Вот смотри, европейский там, Польша, Чехословакия, Румыния, Болгария, они все ушли от вас и потом остался Советский Союз. Советский Союз распался и все. Сейчас Россия будет распадаться. Не можете его держать, у вас нет ресурса. Ресурс уже обворован. Это делим некоторых людей вокруг Путина пускай они сами свои судьбы решают. Поверь мне, Чечня будет свободно жить и будет иметь хорошее отношение с Россией, как добрососедное отношение с Россией, чем опять повторить 10 лет война и убиться друг друга и все. Ну тут бы люди возразили, сказали бы, что там будет рассадник терроризма. Смотри, терроризм это вы создадите. Вот навывай меня любой война в мире, ты мне скажи, я скажу там вот возьми Вьетнам, возьми Корея, возьми Афганистан. А вы Вьетнаме из какого бога? Ну Северный Вьетнам, Вьетконг и вы просто Советский Союз. Спонсирует им корея, ну да, согласен. Ну Советский Союз будет там постоянно кричит это Советский Союз. Так что то, что сейчас вы держите, это не ваше. Это не ваше. Рано поздно она распадет и это очень плохо будет заканчиваться. Я думаю, что эту тюрьму народа надо отпускать, пускай люди живут свободно и как они хотят отпускать так свою судьбу они говорят о том окей сейчас все посыпется да а мы как о чем а там у этих ядерное оружие есть а у этих нет у нас допустим в области есть ядерное оружие а у кого-то нету и как мы договариваться потом это же хаос начнется у вас ничего нету у вас есть пузырь который пустой ядерной ракеты у вас тоже нету не летят ваши ядерные ракеты вот говорят там запустили какой-то там армата не знаю получили вот российский там не знаю военных получили там 10 тысяч армата кто их читал или какой-то сверх звуковой там 9 махом ракета а кто его видел у вас нет этой технологии ну так же тогда можно сказать и про Америку что у них ядерное вооружение кто его видел у меня сейчас есть людей из Москвы которые я с ним разговариваю постоянно спрашиваю они хорошую работу нормально обеспечено деньгами москвичи по 500-600 тысяч рублей в месяц у них зарплата работает но когда я у них спрашивал вакцины они говорят ты чё дурак кто российские вакцины будут пускай они где-то там в Челябинске себе укол нет я пока это все не пройдет испытание я не буду себе ничего привязать я могу про себя сказать сейчас в этом комнате покажи мне одну вещь которая там записана made in Russia показывай давай матрешка матрешка это японская игрушка это в Японии японские игрушки или если ты меня клашников скажешь это шмайзер немецкий который клашников оттуда украл ночью побежал в Советский Союз за схемой клашник назвал нас своими это все технологиях мы сильно отстали невозвратно даже воевать вы не умеете вы просто 10 миллионный чеченцам страна чечня 10 лет воевали а вы сейчас просто тоже можете 5 лет в Сирии находитесь ничего не сделаете кроме денег каждый день по 3 миллион долларов тратите вот город Идлиб где турецкие войска там находятся 5 лет вы не можете это город освободить ИГИЛ не вы победили ИГИЛ победили американцев как и убивали американцев их лидер Абубак Багдади это убивал кто убивал американцев это вы не убивали вы создали ИГИЛ вот я сейчас тебе скажу как 60% военных специалистов ИГИЛ это офицеры режим Саттамхусейн а режим Саттамхусейн она была советский режим запрещен в России на минуточку а то товарищ майор сейчас уже ручки-то потирает сидит вот смотри вот все офицеры Саттамхусейн они учились в Москве подмосковье они все абсолютно русские я почему этого знаю потому что я с ним Иран с ним воевал 9 лет с Ираком воевали все офицеры Саттамхусейн они учились в России в Москве в Подмосковье вот когда Америка убивался Саттамхусейна им это как-то надо жить дальше деньги зарабатывали ирак иракси государства их не взяли на работу они все побежали в Сирию остались там военные специалисты ИГИЛ то есть вы только можете ваша армия способна воевать или страна как Украина в 2014 году или какие-то там бедные стороны у них армия нету ничего нету как Армения и так а с НАТО абсолютно беспомощны и все у вас нету ничего да деньги есть газ есть но это не твой ты лично не имеешь никакое отношение к этому ну смотри вот если тебя интересует моя позиция на этот счет да я тоже не понимаю зачем мы все это делаем да то есть вместо того чтобы вкладывать деньги в собственную страну мы поддерживаем Лукашенко мы полтора лярда отдали вообще нормально блин мы там в Сирии деньги тратим да то есть это все нам зачем простым людям нужно понятно зачем это Путину да понятно зачем это наши верхушки с ними все понятно нам это зачем то есть здесь вот мы опять возвращаемся к той теме по поводу того насколько какой Путин патриот на самом деле да он уничтожает своего стороны хотя знаешь другая сторона поверь мне не был бы Путин был бы другой тоже так и сделать Россия всегда так Россия никогда русские не вот тут проблема это не в самом Путине не в самом Путине в народе да потому что мы позволяем нас так вот просто вот иметь каждый народ заслужит своего правителя к сожалению в Азербайджане тоже я очень много азербайджанцев говорю я говорю вы заслужите Ильхам Алиеву кстати вот мне тут вопросик в чатик прилетал очень интересно а кого ты видишь сам на месте Алиева смотри народ когда выходит народ когда созреется народ найдет свой лидер вот смотри Белоруссия да Тихановская кто она такая была она домашняя женщина была и все или вот его муж один простой блогер а тут она народный лидер и все вот суд в чем суд в том чтобы народ сам должна созреть политически созреть чтобы выгонять себе правильно путь вот смотри вот я сегодняшним в Азербайджане не вижу никакой оппозиции нету потому что или они мертвы или они сидят в тюрьму или они убежали меня не нужна там так какие-то Али Керемов или Халджепас или что нет я хочу чтобы азербайджанский народ сознался вот созрелся политически созрелся чтобы знал куда идет что хочет понимаешь должен быть свободно слово должен быть демократия должен быть открыта площадка платформ чтобы это лидер создался и стоял среди народа как Белоруссия смотри люди вышли Тихановский Тихановский бам-бам-бам-бам уже все она лидер с ней вот встречает любой президент европейских стран к сожалению наши сегодняшний азербайджанский народ заслужит Ильхам Алиев Ильхам Алиев диктатор Ильхам Алиев коррупционер самый-самый верхний качественный коррупционер который почему он он почему он согласился подписался это потому что Путин держал его слабое место а слабое место Ильхам Алиев это его деньги он общается своим он даже азербайджанский язык хорошо не понимает он вырос в Москве они московские они кремлевские они чекисты все вот его дочери они постоянно гуляют отдыхают в Москве у них везде в Дубае везде вот смотри у них да ну тебе могут возразить что слушай Азербайджан страна богатая тоже у вас нефть есть Азербайджан нефть для народа как Россия как ты не имеешь никакого отношения нефта азербайджанцев тоже смотри там тоже никто не делится с народом да наши ветераны вернутся вернулся да из фронта один ноги потерял получает 200 монат и 200 монат получает зарплата деньги получает а чиновник который в парламенте сидит пузо у него два метра впереди получает 8000 монат никогда оружие себе в руках не вязал same shit same shit короче same fucking shit это чекистские правительства и Путин и отец Ильхам Алиев Гейдар Алиев она одинаковая то есть здесь остается бедный народ и в Азербайджане и в России и Армении Армения у них есть Пашиньян который вот вышел из улицы да как лидер вышел я тебе могу сказать он мой враг но за два год сколько он сделал в Армении так 30 лет Ильхам Алиев и правительство не сделал так что все надо это вот так надо посмотреть и думаю чтобы вот когда армянцам разговариваешь не забывай пожалуйста спроси у них какой-то цар какой-то там могила его или дворец какой-то пускай покажет что докажет что здесь армяне немножко смешно я для них говорю чтобы да вот вы просто динозавр за вами охотился и вы побежали короче там пещера из пещеры вышел армянин и конечно там унитаз в руках и все так что если нету вопрос я не буду твои стримы держать или там слушай меня смотрело 300 человек сейчас смотрит 900 как бы можем еще поболтать нет но надо надо просто немножко я думаю чтобы нельзя дезинфермирует и вот свои зрители да что ситуация в Карабах я не говорю чтобы держать сторону Азербайджана чтобы быть с азербайджанцем нет но надо обе стороны просто рассуждать я искренне пытаюсь вот правда пытаюсь вот с обоих сторон посмотреть на все это дело это очень важно потому что армяне совершили геноцид в Ходжалы мы этого не забудем это наши вот когда азербайджанцы мне говорят Карабах наши я говорю нет пока мой азербайджанский флаг не будет стоять в Ходжалы пока наши наши ребят наши воины да не подойдет перед этот город на колене не стоит не почтит память этих женщин их беременные которые армяне их резали убивали Карабах не освободили потому что когда разговор идет о Карабах Ханкианди Ходжаван Ахдаре Аскеран Ходжалы это наша боль вот когда будет там азербайджанский флаг когда это Араик Артуниан не будет наручник на руках да сидит в азербайджанский суд и отвечает за те убийства которые он совершил а это Карабах не освобожден в Карабах у нас еще проблема еще проблема это русские войска я честно сказать не знаю как мы вас будем выгонять вот мне интересно что дальше вот сейчас они договорились как-то между собой так ну в общем 7 райончиков ну ладно тут оставляем тут значит делаем лачинский коридор а дальше как это все проблему решать Азербайджан мне страшно чтобы сценария сценария Крым или сценария Грузия после Новый год то что я боюсь Россия начнет там подавать российский паспорт граждан 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 те кто там живет это армян где живут там Карабах они останется граждан россии а потом будет типа референдум соединяемся Россией понимаешь сейчас ты спроси когда будешь троллить армян не спроси хотят ли они стать российские граждане или нет 60% тебе скажут да 60% вот если это твой скорый троллинг это по твоей части оставлю это тебе вопрос задавай не просто вопрос задавай спроси хотят оставить российские граждане или нет вот то что я боюсь сегодня что ты спрашиваешь что будет я думаю что Россия у них есть такой потому что Россия тоже имеет претензии Карабаха они говорят о весь время там российская империя мы завоевали эту территорию ну как вы завоевали Крым конечно как сценарий Крым но другой вариант Карабах ждет второй Сирия и как это будет по твоему ну это будет посмотри сюда в Карабахе да в Карабахе не решает Армения не решает Азербайджан Карабах играет уже два страны это Россия Турция они воюют в Сирии против друг друга они в Ливии воюют против друг друга вот это место где в Карабах да сегодня а там они уже подготовятся к этой вот войне зона влияния Ардаган это Кавказ это Кавказ Казахстан Кыргызистан Туркмения Каспийское море а в России как-то должна этого просто смешиваться эта зона влияния политика Ардаган не закончится в Карабахе не начинается в Карабахе политика Ардагана да зона влияния Эрдаган это дальше Кавказ это вот вопрос Крым потому что Ардаган поддерживает Украину Ардаган не признает Крым это Россия и вот я боюсь я боюсь сказать что война будет потому что я этого не хочу между Турцией и Россией я боюсь сказать чтобы завтра там российские паспорты но пока не мер к этому идет вот смотри сейчас второй государственный язык в Степанке Ханке Карабах это русский русский язык признали государственный язык вот смотри то есть уже по сути готовят почву получается ну да уже скоро сейчас будет к этому подключаться Соловьев скоро к этому подключат Сатанов скоро к этому подключается там все пропагандонские аппаратура которые у вас Кремль находится они будут работать с этим мозги россиянцам начинают обрабатывать что да действительно Карабах это наше и все понимаешь там имеем имеем там как это царский Россия там имеет ну опять же к истории будут Российская империя апеллировать скорее всего ну смотри так же с Крымом было в общем-то это тоже просто потому что Россия идет к распадам Россия тоже идет к распаду и с другой стороны Россия идет к распадам я лично думаю может через 2 года ну может там 3 года может еще 5 года но факт к этому Россия идет если сводничная политика сводничный вот это курса вот Кремль да идет к этому курсу к этому а между прочим ты смотрели это вот видеоролик Навальный который запустили да да конечно смотрели уже за 2 1-10 миллионов 10 миллионов да забавно да эти люди нам говорят что да его никто не знает это какой-то блогер 10 миллионов просмотров номер один в тренде на ютубе по России и как бы все молчат наши пропагандисты никто ничего не сказал ну а из-за этого называется пропагандисты но я думаю что в Карабахе война третья Карабахская война будет но я надеюсь этого большой масштабом не будет но хотя понимаешь да лучше бы большой жирный точка к этому поставить надо начинать третью Карабахскую войну решить на конце потому что честно сказать уже 30 лет азербайджанский народ уже ждал и ждал чтобы дал возможности дал возможности это вопрос решать по дипломатическим а нету нету дипломатические решения тут только военные и мы доказали чтобы военные решения единственные решения вопроса Карабаха сейчас туда подключаются иранские игроки в Карабахе и конечно уже Турция с Россией это уже главные игроки там играет а то Азербайджан и Армения абсолютно они не имеют никакой никакой роли просто жалко наши ребята жалко наши ребята сколько ребята отдали но Карабаха меня не освобождил это не только мое мнение это много заключается ну понятно ладно спасибо тебе большое Фархад за диалог меня часто мои зрители упрекали в том почему ты не разговариваешься азербайджанцами ребята пожалуйста все для вас на любое время если будет потом зайдешь там я тебе напишу скайп если нужно будет в этом я могу еще другие эксперты наши историки наши азербайджанцы есть в Украине допустим турколог наш который хорошая история регион очень хорошо может детальному просто как появился вообще откуда этот народ вообще приехали я имею ввиду азербайджанцев и даже про Армения разговор не идет потому что армяне недавно приехали где-то может они в Сирии жили даже не в Турции где-то в Сирии жили но когда они говорят что ханство Ярована мы где-то жили это не смешно потому что когда существовал ханство Ярован даже есть источники российской истории посмотришь российские империи вокруг этот дворец где вокруг Ярован они два года воевали чтобы забрать этот дворец два года российская империя воевала против азербайджанства Ярованских ханства и потом армянине которые там вокруг ханства жили они помогли им чтобы войти внутри этого города ханства Ярован город Ярован то есть когда они победили российские войска российской империи когда победили они просто города отдали армян где-то там 600 семья или 700 семья пожалуйста это ваш вы были лоялен лоялен перед российским империем с нами вместе воевали против турков пожалуйста это город ваш живите к сожалению Россия создала Россия создала Армения и Россия его просто уничтожили своими руками чужими руками армянам надо быть хитрой армянам надо быть умным вот смотри вокруг у них они создали только враги вот Турция для них враг они территориальные претензии к каждым соседям имеют грузинам они уже воюют блин тоже там у них проблемы азербайджанцам да иранам да ну понимаешь вместо этого чтобы хапнуть территорию Азербайджана да они могли бы там жить нормально и воспользоваться географическим вот местонахождение Армении транзит газа транзит трубу нефта Азербайджана через Армению поколение много поколения армян создается скоро через через я думаю 20-30 лет у них претензии будут и к Африке тоже то есть Нигерия наша там камеру наша когда-то предки наши там динозавры охотили и все так что брат спасибо тебе твои подписчики всем привет ребят поставим лайк подпишитесь обязательно поддержите наша друга потому что блогеры особенно ну не знаю вот им всегда нужно компьютер покупать всегда нужна техника туда-сюда и конечно же нам много люди никто ютуб нам абсолютно у тебя кстати чат-рулетка тоже не монетизируется я так понимаю то есть это смысла даже нету вообще моим контентом я даже вот сам вот у меня вроде контент не такой провокационный как у тебя но даже я мне кажется не одобрит мне никто мой совет тебе открой несколько канал потому что постоянные вот еще скоро начнем тебе дидосы там всякие дидос тебе будет и потом поставь себе какой-то зашит для своего стрима раз и второй отдельный канал создавая еще еще до пол резервы канал создавая что вам ну так и держи так и держи прям работу 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 ладно спасибо спасибо обрад пока пока